Здравствуйте! Вас приветствует компания Сфера Карр. Меня зовут Илья, старший менеджер компании. На текущий момент, как обычно, записываем видео с нашего офиса. Как вы слышите, работа идет, звонки поступают, заявки обрабатываются. В Японии машин меньше не становится. За текущий месяц порядка 16 автомобилей, говорю, да, судов уже разгрузилось. И два вот буквально на текущей неделе тоже подошли и также ждут разгрузку. То есть никаких перебоев с поставками нет. Ну и сегодня давайте тогда поговорим о компакт-вэнах. Здесь будет их, собственно, список. И начнем, посчитаем автомобили. Давайте начнем, я думаю, с Cient Toyota гибридная, причем рестайловая, на нашем любимом уже всеми, да, 1NZ FXE. 74 лошадиных силы, 45 киловатт гибридная установка. Батарея никель-металл-гидрид здесь по-прежнему ставится. По мне, Cienta модель очень удачная. Много места, то есть они полноценные 7-местные. То есть можно, конечно, да, там Prius Alpha, да, в предыдущем видео мы смотрели. Но там сзади 7-местные, ну, там сидеть прям только если ребенку можно. Поэтому Cienta в этом плане как компакт-вэн отличный. В принципе, все, что надо, у него есть. Я бы рекомендовал, кстати, посмотреть, наверное, сразу уже рестайловую модель. Они выгодны получаются, там от предыдущего, да, до рестайла буквально там 20-30 тысяч рублей разница. Здесь есть за что добавить. Улучшили систему превентивной безопасности. Добавили панораму вид сверху монитора. То есть, ну, визуально ее немножко обновили. Ну, то есть машина прям очень удачная, Cienta на самом деле. Посмотреть можно и нужно. Давайте вот такую вот троечку. Ну, казалось бы, такое себе, но тем не менее, не будем пугаться этой оценки. Здесь у нас немножко, как мы видим, царапины по нижней части бампера, по двери есть отметки. Ну, в любом случае, мы все это внимательно переведем, подробно. И даже с такими отметками, в принципе, на Toyota-мавском аукционе при желании клиента мы поставим. То есть такой красавец у нас бы заехал где-то сюда под миллион двести. Да, это полностью, включая все наши расходы, включая комиссию 300 тысяч рублей. 81 тысяча километров пробег, 19-й год, в принципе, неплохая цена за рестайловую гибридную Cienta. Еще один вариант, также рестайла можно посмотреть. Это уже с пробегом, 18-й год, уже пробег 55 тысяч километров. Оценка 3,5 балла. ДЦ чуть получше. Также есть отметки, небольшие вмятинки по кузову, куда без них, которые мы также внимательно переведем. Вот этот у нас красавец синего цвета. Кто-то может любить синий цвет сильно. Почему нет, да, также, ну, миллион двести, миллион двести десять бы заехал. Вот, также нам доступны варианты на переднем приводе. Можно посмотреть, там у нас 109 лошадиных сил, один НЗФЕ мотор. Вот, он чуть-чуть мощнее, чем полный привод, до полного привода дойдем чуть дальше. Вот такой вот у нас серый красавчик, 19-го года заехал бы в Владивосток. Миллион 150 со всеми расходами. 86 тысяч пробег, 4 балла. Подробненько все переведем. Да, X-комплектация простая, но тем не менее. Кто хочет пожирнее, пожалуйста, ну, так же рассмотрим. Так, ну и по полному приводу с вами. Их на самом деле, особенно рестайл, сложно найти. Их просто мало, 18-го, 19-го года. Буквально там одна-две. Ну, понятно, USS не все, ну, не весь доступ нам предоставляет. Ну, именно в статистике, да, закрыто, не видно, там, сколько машин продано. Но, да, рестайл будет попроще найти. Их просто нам, ну, больше торгуется. Вот, если кто-то сильно захочет выдовый вариант, пожалуйста, можно, да, будет где-то это стоить в районе миллион 250. Ну, а в данном случае данный лот под миллион 300, но 4 балла 91 тысяча пробег. 4WD всегда дороже и их меньше. Рестайл где-то будет на 50-100 тысяч еще дороже. Еще раз повторюсь, да, их просто мало. Ну, WD для Японии, ну, не самое популярное решение. Вот такие доступны нам варианты по Toyota Cyanide. Ну, и давайте, друзья, посмотрим нашего любимца, Honda Freed. Его очень много покупают, выбирают, доверяют этому машину, доверяют этому автомобилю. И не просто так, потому что у него достаточно большое разнообразие по двигателям. Хотите гибрид, хотите полный привод, хотите передний привод. Рестайл, дорестайл, достаточно большая гамма, ну, и спектр моделей, плюс комплектации и прочее. В общем, здесь есть еще чего выбрать. Есть 6, 7 и в редких случаях 8 местные автомобили. Имея компактный размер, тем не менее, по количеству посадочных мест машина вместительная. Вот, один из лидеров, безусловно, в классе компакт-вэнов. Предлагаю начать с самого, да, простого, переднеприводного. На моторе L15A. 118 лошадей. У нас, собственно, вот такой вот красавец с 2009 года. 89 тысяч пробег, 3,5 балла. Хорошее состояние, не обошлось без вмятин по заду, ну, не без этого. Вот, бывает. Хороший автомобиль, на самом деле, родной фондовский, строгий аукцион. Давайте посмотрим дату выпуска его. Так, ну ладно, пока он думает, мы уже, да, посчитаем его с вами. 33 тысячи иен, это 270 долларов, друзья. 270 долларов за автомобиль. Только подумайте, да, сюда бы он заехал 750-760 рублей по текущему курсу с нашей комиссии. В принципе, на уровне тех цен, которые покупали, да, там, ранее, в декабре, ноябре и в прошлом году. То есть, ну, примерно в такие деньги они плюс-минусы заходили, понятное дело. То есть, ну, по ценам очень даже приятно. Дальше можем посмотреть с вами вариант на полном приводе. Вот здесь пробег чуть больше, но также отличное состояние. Тут же мотор, да, L15A, но на автомате. Очень важно. Эта машина на автоматической коробке передачи. За это его тоже любят. Вот такой вот он у нас, да. Комплектация простая, но, тем не менее, они есть разных комплектаций. Там, по вашему желанию, подберем. Не проблема. Вот такой красавец бы у нас заехал в 780 тысяч рублей со всеми расходами по текущему курсу. Вот такой вот уже автомобиль у нас рестайловый. Следующий рестайл. 4 балла. Также выдовый. Вот он у нас обошелся бы, да, уже подороже. Потому что четверка и рестайл, ну, уже видите, да, как отличаются в цене. Да, 950 тысяч рублей. Вот. Для тех, кому, ну, не сильно нужен полный привод, всегда нам поможет экономичный и простой LEA мотор на 88 лошадей на 10 киловатт. Гибрид такой же, как у инсайтов и, ну, фит-шаттлов, да, на сколько у нас... А, 7 посадочных мест, кстати, вот здесь мы видим с вами иероглиф, который это обозначает. Не обошлось без царапин. Вот здесь они у него по кругу в изобилии, но, тем не менее, страшного ничего я здесь не вижу. Вот такой вот у нас, опять же, ну, да, по небольшой цене, достаточно, 950 долларов, гибрид селекшн, бы заехал в 820-830, максимум 1000 рублей по курсу. Вот, что касается этих фридов. Ну и давайте посмотрим уже самое свежее поколение практически, да, фрида. Да, это его более улучшенная версия, понятное дело, это 18-19 год на, соответственно, переднем приводе на моторе L15B. Здесь у нас и айфтек, и непосредственный впрыск топлива, что дает 131 лошадиную силу на выходе мотора. Достаточно мощный такой у нас, как мы видим, зверь. Также количество посадочных мест здесь у нас от 6-7 мест на исполнение. Вот в данном случае вот такой вот у нас красавец, ну, какой аккуратненький, 3,5 балла, 74 тысячи пробег. Кстати, не так дорого продан, всего 727 тысяч йен в Японии. Сюда бы заехал, ну, на удивление, в приятные деньги, миллион 70 тысяч рублей, и он был бы уже наш, да, со всеми расходами в Владивостоке. И его гибридный, да, если мы хотим друг-брат, да, это на лэб моторе, всем нам привычный 110 лошадиных сил и батарея гибридная на 22 киловатта. Роботизированная, семиступенчатая коробка передач. Вот такой красавец с отметкой 84 балла и пробегом 89 тысяч километров. Всего заехал бы сюда под миллион 300, ну, примерно, да, вот цена конкурентна с Сиентой, то есть это два таких лютых конкурента друг с другом, да, ну, в одной практически они ценовой категории торгуются. Есть также у него полноприводная гибридная версия, их тоже, понятное дело, меньше гораздо, но и у базового мотора обычного также есть полный привод. Ну, вот, можно приобретать. Также сюда можно отнести достаточно интересный автомобиль Honda Jade, его можно условно назвать, ну, это, наверное, не совсем компакт-вен, это такой, я не знаю, полугоночный, полуспортивный такой мини-венчик городской, да, из-за своих шести посадочных мест, в принципе, да, всю семью можно спокойно увезти и место в багажнике еще останется. Машина действительно очень стильная, интересная, мы делали про нее обзор, подробно рассказывали, поэтому есть свой отклик у нее, свои любители, и если вы к ним относитесь, пожалуйста, Jade'ы также можно приобретать и покупать. Например, вчера вот такой вот красавец у нас на гибридном полтора всеми нам хорошо известном лэбовском моторе на 131 лошадиную силу, да, из 22-х киловаттной батареи обошелся бы с оценкой 4 балла с пробегом 148 тысяч километров по очень приятной цене, миллион девяносто, миллион сто тысяч рублей на выходе по текущему курсу. Также, интересно, да, комплектация немножко повыше, уже гибрид X на таком черном литье в отличном состоянии, также четверка с пробегом 137 тысяч километров на светлом салоне. Ох ты, как хорошо запихали ему сюда колесо, ну ничего, пусть полежит. Ага, соответственно, заходил, ну миллион сто, миллион сто двадцать, миллион сто тридцать уже подключил Владивосток. В принципе, для такого состояния это хорошая цена. Есть также достаточно такая, ну их просто меньше этих автомобилей, версия RS, то есть у нас там идет уже непосредственный прыск топлива, сто пятьдесят, одна лошадиная сила, вот, турбомотор, да, гибридной установки там уже нету. Вот такой вот красавец, да, сейчас объясню, почему нашел такую арку, выбрал. Они, RS, достаточно дорогие, и если, ну, по каким-то, я не знаю, подойдет вот такая вот вам замена, да, здесь удар был, правую часть меняли, дверь, крыло, арку, переводить надо, если, в принципе, у нас здесь, ну, не был зажат, да, там, уничтожена стойка, там, лонжерон и так далее, то почему бы и нет, но очень внимательно к такой машине, значит, но и цена, соответственно, для RS-а очень сильно низкая, 473 тысячи йен. Всего лишь миллион сто для RS-а это, ну, очень низкая цена, то есть четверка, примерно с таким же пробегом, стоила бы тысяч на двести, двести, двести пятьдесят тысяч рублей дороже. Если кому-то бы, ну, понравился такой вариант, почему нету? Но надо очень внимательно, безусловно, переводить, да, все остальные варианты в статистике можете посмотреть, они просто гораздо дороже. Ну и продолжая, раз уж мы поговорили о Джейди, да, сюда же, конечно, отнесем всеми полюбившимся, уже ставшим классическим автомобилем, это Toyota Wish, они есть как на полном, так и на переднем приводе, с проверенным, простым, два за RF-а-е мотором. Давайте посмотрим, собственно, да, этого красавца, они все семиместные, на машине много места, вот, простой, надежный вариатор, куча запчастей, ну, никаких проблем с этой машиной нету, да, сегодня разгорел даже с человеком, он уже третий Wish, вот, хочет себе поменять, уже обновить, купить. Вот, настолько, да, многие люди, вот, настолько он, многим людям он нравится, ну, вот, конкретно этот вариант, у нас 12 марта торговался, переднеприводный, красавец, 64 тысячи пробег, 3,5 балла, был ремонт по передней панели, вот она, мы видим, здесь, ну, надо переводить внимательно, вряд ли что-то здесь серьезное, тойотовский аукцион строгий, в номерах машина, приятная совершенно цена, 1200 долларов за такого красавца, с таким пробегом, ну, это, по мне, очень хорошая цена, значит, сюда заехал бы он, бровно, в миллион, где-то, ну, 990 миллион по текущему курсу, отлично, я считаю, приобретение было бы. Соответственно, рестайловый, уже Wish, комплектация S, это хорошая комплектация, у нас кожаный руль уже, как мы видим, ну, частичный мультируль, вот, 3,5 балла, 8-7 тысяч пробег, великолепное состояние, особенно тем, кто любит черный цвет, почему нет, миллион сто, такой красавец бы заехал, примерно, плюс-минус 50-100 тысяч рестайлов, от рестайлов отличаются. Также давайте рассмотрим полный привод, вот такой красавец, как его записали на аукционе в цвете индиго, тоже 3,5 балла, ну, вот такой на светлом салоне, кстати, редкость, для любителей светлого салона отличное приобретение. Также недорогой, всего 1160, ну, грубо говоря, долларов, да, или 141 тысяча иена, иен. Также в миллион рублей он был бы ваш. Рестайловый, вот такой вот, да, 4 ВД, их тоже поменьше, конечно, водовых машин, с пробегом 165 тысяч километров, разумеется, бывает и меньше, да, но цена там будет уже, там, за 300 тысяч ен, 350 и выше тысяч ен, да, с такими плюс-минус пробегами, ну, в хорошем, кстати, очень состоянии, можно такую красоту приобрести за миллион сто, миллион сто, ну, в данном случае миллион сто двадцать. Ну, и потихоньку подошли к моему любимому минивену, да, условно можно назвать его компактным. Toyota Isis, сюда можно засунуть, в принципе, все, что не влезло у вас в Jade, в Sientu, во Frida, там, и так далее. Машина очень простая, надежная, куча запчастей, все те же самые, как у Visha, моторы и так далее. Также, пожалуйста, хотите полный, хотите передний привод, все это доступно торгуется на аукционах в разных комплектациях, опять же, всеми любимые Platano и так далее. Вот, поэтому машина, ну, более чем актуальна и популярна по сей день. Кто хочет, может там проставки их поднять и так далее. То есть, в принципе, ну, оправдывает себя. По-моему, вся семья сюда спокойно поместится. 107 тысяч пробег, вот 22 марта торговался такой красавец, 3,5 балла. Маленькие совершенно тут по кузову какие-то отметки, ничего страшного, я бы себе такого с удовольствием взял. Вот, 100, ну, совершенно у него 930 долларов цена за такой автомобиль, это просто прелесть. То есть, Platano Limited, комплектация 970 тысяч рублей, он бы заехал полностью по круг во Владивосток до миллиона. Следующий у нас лот, да, это я нашел вот такую интересную комплектацию Platano Black Limited с красной строчкой. Соответственно, я не знаю, что хотели выразить здесь, но, тем не менее, вот такая вот интересная комплектация. Все у нас тут красной, ну, как мы видим, да, отделки потрясающие. Вот, с закосом под что-то, это Platano, но, тем не менее, 140 тысяч пробег, 3,5 балла. Красная строчка, напомню, очень важно. Вот, в великолепном состоянии, всего лишь, да, там, тысячу долларов, ну, 125 тысяч йен. Смешные деньги. А вот, зашел бы сюда, да, где-то порядка 980 тысяч рублей полностью под ключ уже с всеми расходами в Владивостоке. Это, по-прежнему, переднеприводная, как мы видим, да, комплектация. Ну, переднеприводное исполнение салона. Дальше у нас также вот такой вот V-Selection Platano, это очень такая хорошая жирная комплектация. 4 балла, белый, красавец, уже без красной, к сожалению, строчки, но, тем не менее, да, вот такой вот на кнопке, пуш-старт, все как положено. Вот, немногим дороже, да, 1150 долларов, да, 139 тысяч йен, 25 марта торговался. Японцы бы готовы отдать его и подешевле, но некуда отступать уже, ну, не за 500 же долларов, в конце концов, такую красоту. За 4 балла, тем более. Также где-то, ну, под миллион, 990, там, 999, как сказали бы в Икеа, да, уже вот машинам готова была бы к отдаче. По текущему курсу, разумеется, ну, вот. И также рассмотрим, ух ты, на таком литье у нас, да, мамма миа, на северах. Кстати, многие зря боятся северов, также все ржавчину, все это внимательно осматривается. Японцы часто пользуются, там, обработка днища и так далее. Бояться не нужно, ни северов, ни югов. Все внимательно, ну, мы переводим аукционники. 4 ВД Плотана, 145 тысяч пробег, 3,5 балла. Также по, ну, за тысячу долларов, как обычно, да, 124 тысячи йен. И он был бы наш. 11 марта торговался. Также, ну, 980 тысяч рублей. Плюс-минус, также они не сильно, передний с полным приводом друг от друга отличаются. Ну, минимальный разбег, то есть, до миллиона. То есть, можно взять хороший, семейный, достойный автомобиль, который, ну, точно не подведет. И влезет в холодильник, что немаловажно. Мало ли. Ну, как мы видим с вами, автомобилей в Японии меньше не стало. Люди также покупают и будут покупать на текущий момент автомобили. Кто говорил, что суда не ходят, не выходят, машины не отгружают. Пожалуйста, вот ссылочка будет. Можете посмотреть, как дром там летает по порту или по порту, да. Сложно сказать, как правильно, в общем, но тем не менее. Да, там все это подробненько заснимет и посмотрит, да. Ну, плюс, в общем, в открытом доступе. Также можно посмотреть, какие суда выгружаются и прочее. Хорошее вложение сейчас будет не только в сахар и в гречку. Тем более, что от сахара, кроме избыточного веса, да, и давления, ничего хорошего нету. А семейный автомобиль пригодится всем. Тем более, в хорошем состоянии, как мы видим, за тысячу долларов, особенно ИСИС. Класс, можно купить. То есть, если хотите гибридный автомобиль, пожалуйста, здесь вам помогут, да, Джейд или Сиентас, Фридом. Если хотите проверенную надежную классику, ИСИС, ВИШ, в зависимости, да, там от геометрии и предпочтения кузова, для чего нужен вам автомобиль. Для заказа такого автомобиля пишите, звоните, рассчитаем, подберем, привезем. Поставки никто не отменял. Ну, а для тех, кто хочет заказать себе автомобиль, пишите, звоните. Контакты в описании, ссылочка наверху. А если не хотите пропустить новые выпуски, вот, а также с текущей информацией, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик.